Как и положено, в преддверии празднования 23 февраля звучат поздравления в адрес сильной половины человечества. В стороне не остались и будущие защитники. В школах и детских садах региона прошли тематические мероприятия. Например, в детском саду «Аннушка» воспитанники старших и подготовительных групп соревновались в смотре «Строя песни». А в семицветике прошел спортивный праздник. Алена Валей с подробностями. В детском саду «Аннушка» сегодня мальчишки не играли войну. Перед ними стояла задача посерьезнее – показать свои умения на втором смотре «Строя» и «Песни». Здесь все по-армейскому, по влажек нет. И ничего, что конкурсантам всего от пяти до семи лет. Когда я запутался, было не по себе. Думаю, займало мне то место, которое хотя бы не первое, а второе, например, третье. Но в этом году было сложнее. Почему? Ну вот в прошлом году я был капитаном, но в этом просто было что-то участвовало. Участников оценивало компетентное жюри. Это бывшие воспитанники «Аннушки» – кадеты первой школы, а также представители воинской части 12403. Они провели мастер-класс для будущих защитников Отечества. У вас подготовка начинается с подготовки к внешнему виду. Значит, это должен быть опрятный внешний вид. Пусть на мальчишках и девчонках нет военной форме, к подготовке подошли со всей строгостью. Ведь они должны продемонстрировать сдачу рапорта, показать свои умения в строевой подготовке и исполнить песню на военную тематику. Члены жюри определили победителей. Впрочем, все команды получили дипломы и призы. Такие мероприятия надо почаще проводить, потому что я считаю, что каждый ребенок должен знать, для чего этот праздник проводится. Должен знать, какие стоят задачи будущие, скажем так, защитники Отечества. Уже с этих возрастов должны привыкать к военному влагу. Представители воинской части в преддверии 23 февраля тоже не ушли из детского сада с пустыми руками. Сотрудники дошкольного учреждения, дети и родители провели акцию «Посылка солдату». В ходе нее для защитников Родины написали письма и собрали небольшой подарок. Праздник спортивными мероприятиями отметили и в детском саду «Семицветик». Здесь участники и гости перенеслись в сказку, где богатыри спасали из плена Кощея Бессмертного, Василису Премудрую и Елену Прекрасную. Как и положено в сказке, победило добро. А будущие защитники Отечества смогли весело и задорно провести вечер накануне праздника.